Всем привет! Сегодня речь пойдет о понимании, что такое кастом, что такое серийная модель, что такое машины ручной сборки. Кратко расскажу, как это все делается и сколько же это все может стоить. Ну, по политике ценообразования, в общем-то. Все подведется к этому, к деньгам. Значит, что такое серийные модели? Ну, всем известная фирма, да? Кстати, это не поделка, оригинал. Значит, не менее тысячи штук оно штампуется, не менее тысячи штук в день, а то, я так думаю, что намного больше. Ну, и, наверное, штука и продается. То есть, оборот, если люди, ну, как бы, все. Ну, и говорят, дурого стоит. Нет, не дурого, сюда закладывается много, поверьте мне. Вот, это серийная модель. Напечатали, клеем заклеили, для того, чтобы она не разбиралась, не ремонтировалась, там, все. И мы потом, как шиен, вы знаете, да? Там, все заклеено, залито, для того, чтобы она не разбиралась. То есть, она, ну, не ремонтируется. Это одноразовая вещь. То есть, мы потратили много денег, поработали, может быть, пять минут, может быть, день. И потом, а может быть, да, может быть, долгие годы, так, как и планировалось это. Вот, потом выкинули. Что такое кастом? Значит, многие машинобилдеры заказывают серийно себе, заказывают допустим, много деталей, там тысячу, две тысячи штук. Они, допустим, сделали чертежик, отправили в Китай, там дешевле, это все нарезали, потому что почему большое количество? Потому что выгоднее, потому что дешевле получается. Взяли все чистенькой одеждочке, взял отверточку, скрутил машиночку и, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. И чем больше мы это сделаем, тем больше мы, как бы, это самое, получим выгоды из этого всего. Каким образом поступаю я, и что же есть такое, вот, на примере этой машинки, да, смотрим. Что же есть сручная сборка, и какой вот подход ко всем этим делам. Значит, вот как вы можете заметить, вот, я тут выложил все это, это кондукторы, прижимочки, обжимочки, держатели какие-то, не знаю, вот, например, для того, чтобы отремонтировать машинку для перманентного макияжа, я потратил день, убил, вот, сделал съемник, для того, чтобы стянуть подшипник с валом. Его можно было отверткой колукнуть, вместе с валом, конечно, но мотор дорогой, зачем? Все должно быть правильно, по технологии. Вот, пожалуйста, сделал кондуктор, теперь он, ну, больше я его нигде не применял. Один раз снял подшипник, все, три секунды делу. Вот, также вот эти вот все дела, это все используется один раз для изготовления одной детали. Вот, в производстве такой подход, конечно, выгоден. Ну, не то, что мне нравится, я понимаю, что должно делаться, должна деталь делаться так. Я не буду это все напильником, на каких-то там задрыпанных тисках, там, ножовкой, там, и все, потом закрашу, там, или человеку объяснишь, вот так должно быть, это нормально. Нет, это не нормально, это не техника. Техника должна быть, она любит, вот, чепетильный подход. Так вот, к примеру, вот эта вот задняя деталь, диффузор, да, я тут создавал, видимость диффузора, она, кстати, работает, эта штука здесь забирается воздух, из воздуховода оно, воздух, значит, сквозняком свистит. Все по стимпанку. Так вот, каким образом вот этот диффузор делался? Побежал на металлоприемку, там меня металлом не порадовали, поехал следующий день на рынок, значит, у меня затянулось оно чуть-чуть, начало работы сборки. Купил, значит, материал нужный, 45-ю сталь, сделал я, значит, обжимочку, прессом выдавил примерно вот такую уже форму, ну, не совсем она была ровная, то есть, а вот форму диффузора уже делал в станке, опять же таки, похожую, вот я тащил, я ее не сохранил, я ее выкинул. На нее, значит, установил детали, потом уже обвальцовывал, обкатывал, вот, придавал ей нужную мне форму диффузора, еще и по уже имеющимся вентилятору. То есть, получилось, у меня на изготовление одной детали ушло два дня и два кондуктора. Это материал, это время, это работа. Одна деталь. Дальше там, вот эти вот, я не помню, как я ее сделал, тоже, по-моему, по какой-то форме. Сперва чему-то придал форму, потом обвальцовывал. Короче, для того, чтобы сделать одну деталь, я время свое, драгоценнейшее время, трачу, вот, ну, на создание кондукторов, прижимок, обжимок, а потом в пять минут я делаю эту деталь. Поэтому, представляете, какое количество деталей здесь, да, в этой машине, и какое количество времени потрачено на создание вот этого аппарата. И будем учитывать, что это аппарат индивидуальный. Аналога в мире нету. Вы не найдете аналога. Даже я ее не смогу повторить. У меня нет чертежа, я не чертю чертеж. Я делаю набросок, примерно представляю себе во главе, как будет работать механизм, что зачем будет крепиться, что будет припариваться, присвариваться, привариваться, там, прижариваться, приклепываться. В голове нарисовал, сделал себе, чтобы не забыть, кое-какие размеры поставил, потому что, допустим, у мотора размеры уже есть, допустим, диаметр вала, там, длина его, диаметр, и все. Вот, допустим, вытачивая деревянную вот эту заготовку для чехла, там, я имею один размер, это внутренний диаметр, ну, и длина мотора. Все. Дальше потом вот сюда, чтобы вот такие колечки сделать, вот, медные, да, колечки, чтобы они сюда одевались, оконцовочка вот эта, я должен сделать по вот этому размеру, я, ну, сейчас я вам не буду его замерять, по вот этому имеющемуся размеру, я должен буду сделать кондуктор, по которому я потом обожму колечко. Это все, ну, в течение 10 минут происходит. А кондуктор можно делать и полчаса, и час можно делать. Вот. И что такое, понятно, да, по созданию вот этих вот аппаратов, там, вот, леечку вот эту вот делал, я день убил на ней, вот, видите, кончик суженный, она на конусочек идет, вот я сделал, вот я помню, вот он лежит. Вот так вот я ее обвальцовывал, обтягивал, сжимал, сдавливал, не знаю, как правильно. Это вот кондуктор, это не просто железка. Так вот, цена, понятно, откуда берется, да, ну, за вот эти машины. Здесь не стоит Пау Хаббер, здесь стоит бельгийский мотор, он мне очень нравится, он работоспособный, у него мощности дуром. Да, габарит большой, не спорю, но, если будет маленький моторчик, вы представляете, не уменьшится величина вот этих всех деталей и во сколько возрастет цена. Поэтому мне нравятся эти моторы, они не тяжелые, нормально. Вот. Ясно, да, откуда стоимость у этих моделей? Что такое кастом? Вот я сделал чертеж один раз и нарезал вот таких вот рам себе. Ну, к примеру, взять вот эту раму, уши торчат сильно, и вот эту, либо вот эту. То есть дальше я их обрабатываю на пильник. У меня есть одна форма, и я ее меняю. Ну, и дальше, соответственно, рисунок. Здесь оно травленное, потом медненое сверху, потом, значит, это медь сверху убранная, внутри рисунка осталась медь. Это я наращивал медь в виде рисунка, то есть гальванопластикой. Вот. Это было химическое очернение применено. Здесь было меднение, вот как вы можете видеть, вот этот круг, это медь наращенная, а это латунь. И все это дело было запатинировано. Вот эта деталь патинировалась сутки. Какой рисунок получится, я не могу его контролировать. Индивидуально, индивидуально. Ну, как бы индивидуально, да? Вот. Также вот эти задние части, они все у меня разные. Вот это вот здесь меднели с кольца, а потом, ну, не видно, да? В общем, на чем-то меднение, на чем-то отравление, на чем-то там еще какие-то химпроцессы делаю. Рисунки у всех разные. Потом это, вроде как одна форма, один мотор, но, но кастом. Это вот кастом. Вот. И серийная, ну, вы, наверное, если следите за моим творчеством, знаете, у меня были машины Gnome, лет, наверное, 15, примерно. Я форму эту держал, Gnome я ее назвал, маленькие, делал и дюралевые, и стальные. Вот то была серия, то есть там все однотипно, одинаковый крепеж, одинаковый, даже одинаковый цвет рам, одинаковые материалы, одинаковая форма, и настройки только разные были, и все, а так все было одинаково. То есть, понятно, да? И хотелось бы еще сказать, если вдруг вам когда-либо захочется заказать у меня тачку, как это сделать. А, вот, кстати, об этом я не сказал. Вот прямоходик у меня есть такой, да? Человек заказал, когда-то заказывал очень давно обычный крутильник, значит, с редуктором. Почему с редуктором? Мощность повышается, крутящий момент повышает, ну, с помощью редукции повышается крутящий момент. Падает оборот, и повышается крутящий момент. Вот. И он делал dotwork, у него украли эту машинку, вот он решил заказать так же с редуктором, только попросил, сделал мне прямоход. Никогда такого не делал. Вот, ну, можно даже обозвать ее экспериментальной моделью, да? И не повторю ее, никогда в жизни ее не повторю. Может быть, кто-то, какой-то умелицы повторит, возьмет эту машинку в руки, будет замерять, и делать точно такие же детали, понятно, что он сможет. Я не смогу ее повторить. Я человеку сейчас ее вышлю, и все, я не помню, я не знаю даже размеров, какие они. Ну, все сделано по технологии. Тут два подшипника, все с посадочками, все плотненько садится, без телепаний. Здесь усечка на двух подшипниках, то есть, понятно, что она не может стоить, как китайская машинка. Она не может стоить 20, 30, 40 долларов, но не может. Было потрачено на нее две недели. Ну, вот так. Ну, ввиду загрузки, и ввиду, потому что, ну, я ее придумывал тут же на ходу, и тут же делал детали. Это, кстати, вот, до вот той механики я вот механику пытался тут сообразить, она не пошла, ее забраковал, выкинул. Два редуктора я делал, не получились, а это было потрачено три дня на создание двух редукторов, которые... В общем, ясно, да? Как же сделать заказ? Предоплата, мне нужна предоплата. Это, ну, не потому, что так делают все, потому что, вот человек заказал индивидуальную, я взялся делать без предоплаты. Ну, я не знаю, куда ее девать. У меня работали дизайнеры, которые не делали рисунок для травления. Я не умею этого сам делать, и у меня люди работают. Вот. Это же именная, кому она именная нужна? Все, я пролетел. Но мне нужно оплатить было труд человека, который дизайн создавал. Мне нужно содержать мастерскую и прочее. То есть, я про люди. Поэтому, сперва предоплату, на которую я закупаю материалы, иначе приступаю к работе. Вот. Это, это о том, как сделать заказ. Как сделать заказ. Если вы в другой стране находитесь, Western Union, Western Union, и ставите галочку не срочный перевод, и там получается, что вас изымают один процент всего лишь. Достаточно выгодный перевод, я считаю. Вот. И, пожалуйста, мне, если вы хотите что-то принципиально важное для вас, тогда мне нужен чертеж. Если вы хотите, сделай, пойми меня, как художник художника, и сделай, как это вот, как перо ляжет. Да, вот, пожалуйста, как перо ляжется, это, это. Я не знаю, что у меня завтра в голове будет, поэтому я их создаю эти машины один раз и все, и забываю. Надеюсь, ясно, надеюсь, я правильно изложил свои мысли. Простыми словами, правильно изложил мысли, вы уловили ход моими мыслями. Так что, если кому-то интересно, пожалуйста, контакты мои есть в Facebook, есть в Instagram ильчинкаравиль и поисковая система у вас выглядит на меня. Пишите, звоните, рад буду поработать с вами. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok